В Николаевской области трактористы подорвались на снаряде, один мужчина погиб. Недалеко от села Лепетиха Березнеговатской общины двое трактористов подорвались на кассетном снаряде. В результате взрыва один мужчина погиб на месте, об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на телеграмм начальника полиции Николаевской области Сергея Шайхета. По его словам, двое трактористов приехали на поле, чтобы заготовить на зиму для скота солому. В какой-то момент один из крестьян наступил на лежавший на поле кассетный снаряд и опасное устройство сдетонировал, в результате взрыва мужчины получили минно-взрывные травмы тела. 48-летний потерпевший скончался на месте происшествия, другого доставили в медицинское учреждение, в очередной раз обращаюсь к гражданам, будьте максимально внимательны и осторожны, особенно в тех населенных пунктах, которые подвергались активным обстрелам. При обнаружении опасных взрывных предметов сразу звоните по телефону 102, подчеркнул Шайхет, заминированные территории Украины, следует заметить, что на деоккупированных территориях местные жители регулярно попадают на мины. По данным ГСЧС, потенциально опасными из-за заминирования треть от общей площади Украины, спасатели призывают украинцев не посещать леса, поля, лесополосы, обочины дорог, берега водоемов и т.д. Это может быть смертельно небезопасно, разминирование Украины, из-за боевых действий и оккупации часть территории Украины загрязнена взрывоопасными предметами. Некоторые аналитики называют Украину наиболее заминированной страной в мире, поэтому Украина начинает новую государственную политику по гуманитарному разминированию, а также призывает другие страны помочь в этой сфере. Кроме того, министр внутренних дел Игорь Клименко в интервью РБК Украина рассказал о приоритетных участках для разминирования. По его словам, речь идет в первую очередь о трассах под линиями электропередач и полей. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.